Басня Ивана Андреевича Крылова – классика отечественной литературы. В этом году исполнилось 255 лет со дня рождения этого русского баснописца, поэта, драматурга, переводчика и публициста. Литературный вечер, приуроченный к юбилейной дате, прошел в Самарской библиотеке номер 9. Глубокий смысл басен Крылова русский человек впитывает вместе с воздухом, убеждена гостья вечера Лидия Воронцова. Ее любимая басня – «Ворона и лисица». Она очень многому учит, что нужно, конечно, налезть, не падать, не вестись на глупые какие-то обещания, что нужно делиться. И то, что тебе Господь дал, ну, надо, если у тебя просят, поделиться. Поэтому я ее очень люблю. Она добрая, в общем-то. Да и все басни Крылова добрые, учат добру. Иван Крылов говорил высоким слогом о проблемах своего времени и заглядывал в будущее. Его произведения актуальны и сегодня, рассказывают работники библиотеки. Басню учат анализировать и делать выводы. Иван Крылов – один из немногих авторов, чьи книги представлены и в детском, и во взрослом отделении библиотеки. Извлечь мораль еще в школьные годы, мне кажется, являлась трудной задачей для детей. Взрослые еще могут какой-то вывод сделать, рассмотреть и сделать вывод. Дети, конечно, тоже к этому готовятся. И познакомившись с рядом басен, уже легче читать следующие. Для начала просто нужно познакомить с баснями более простыми, а потом уже усложнять чтение. Басня – один из любимых жанров у людей творческих профессий, рассказывает самарский актер Евгений Макаров. Чтение басни превращается в мини-спектакль, позволяет раскрыть свой талант и примерить разные роли. Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, здесь чистое мутит питье мое с песком и с лилом. За дерзость таковую я голову с тебя сорву, когда мне светлейший волк позволит. Очень интересный жанр. Можно и высмеивать самого себя, и какие-то вот эти вот дефекты, которые в обществе происходят. Их тоже можно высмеивать, знаете, как через призму доброты, я все-таки считаю. Можно сказать жестко, а можно сказать через литературу. Это будет не обидно. Чем и занимался Крылов. Участники встречи разгадывали ребусы и загадки, посвященные басням Крылова, узнавали факты биографии автора и открывали для себя неизвестные ранее басни. Вечер завершился спектаклем Театра теней по мотивам творчества Ивана Крылова. Галина Топилина, Игорь Казановский, События.